Друзья, всем привет! Сегодня я вам расскажу об основах финансовой грамотности, расскажу, почему цена растет и почему цена падает. Если вы вообще в этом не разбираетесь, сегодня вы все поймете, я вам объясню все самым простым языком, так что обязательно досмотрите это видео до конца. Смотрите, неважно, что вы покупаете, что вы продаете. Акции, помидоры, сумки или криптовалюту. Принцип один. Самая главная причина, почему цена растет и почему цена падает, это покупатели и продавцы. Люди покупают и люди продают. Если желающих купить больше, чем желающих продать, цена растет. Если желающих продать больше, чем желающих купить, цена падает. То есть, если спрос превышает предложение, цена растет. И если предложение превышает спрос, цена падает. Все очень-очень просто. смотрите начну я самого простого примера в детстве когда я ходил в школу я продавал рюкзаки на базаре с бабушками продавали рюкзаки у нас было две палатки и я формировал цену я на рынке формировал цен как я это делал расскажу вам одну историю я не зря здесь представил вам фотографии рюкзаков лаковых рюкзаков лаковых сумок я помню время когда я на этих сумках очень хорошо зарабатывал и так у нас конец августа пик школьных продаж все покупают сумки портфеле школу и вот бабушка купила вот таких вот рюкзаков тогда у нас в городе их еще не было мы были первыми кто продавал вот такие вот сумки вот в основном это были сумки nike adidas синие белые черные ну вот такие точь-в-точь и вот она в мою палатку дала мне 5 штук 5 сумок цена была 130 гривен за одну сумку проходит 15 минут я продаю все пять сумок она мне дает еще пять сумок и я соображаю что спрос огромный все хотят купить эти сумки мы единственная точка на рынке которая продает вот эти вот сумки все люди подходят интересуются подходят интересуются я ставлю цену я формирую цену я ставлю цену 150 потому что сумок всего лишь 5 а интересуется уже вот за последние там 10 минут 20 человек спросили за вот эти вот сумки я ставлю цену 150 гривен за сумку проходит полчаса сумок нет бабушка звонит своему сыну все у нас сумки закончились именно на рынке бабушка звонит своему сыну и говорит привози сумки он берет из дому сумки через полчаса он привозит их нам на рынок и я ставлю цену 170 гривен за одну штуку и концу дня я продаю все сумки все мы продали за один день все что мы купили все у нас сумок не было вот какой спрос спрос был просто она вот эти вот сумки был просто бешеный и я формировал цену я сам повышал цену потому что я видел спрос также и с рынком акций также и с рынком криптовалют все работает вот по такой вот схеме на следующий день кстати бабушка отправила человека за этими сумками мы закупились там по полному и продавали уже эти сумки по сто семьдесят пять гривен я там уступал пару гривен и вот за 170 сумки хорошо шли это была огромная цена на то время огромная цена если вот обычный рюкзак хороший стоил там 120 130 гривен все потолок а вот эти вот сумки были за 175 представляете и все равно покупали это у нас был конец августа продажи были бешеные спрос превышал предложение после 1 сентября все спрос падает все уже все купили еще там покупают с 1 по 10 сентября кто еще не успел купить или кто ждал хороших цен да когда цены будут падать и после 10 сентября все продажи падают полностью там один человек купит один рюкзак день все все продажи падают если в августе мы продавали там по 50 портфелей представляете все все падает и цена соответственно падает все уже те лаковые сумки никто не купит но мы кстати их распродали все до 1 сентября потом еще в сентябре бабушка какую-то часть сумок этих лаковых привезла но они уже продавались по 130 гривен все на них нету спроса мы вернулись к той цене с которой мы начинали но все равно это хорошая цена потому что цена закупки было 70 гривен так что мы все равно хорошо на них заработали теперь давайте перейдем к рынку акции к рынку драгоценных металлов к криптовалютному рынку неважно какой это рынок принципы одни и те же вот есть вот такой вот график вот я нарисовал схему как все здесь внутри происходит это все очень очень грубо здесь внутри есть заявки здесь есть маркет мейкеры здесь все сложно устроено но я вам расскажу все простым языком суть такая же как и с портфелями такая же как и с помидорами такая же как и золотом все работает по одному и тому же принципу цена растет когда желающих купить намного больше чем желающих продать но неправильно утверждать что цена растет потому что покупают больше чем продают нет ребята одинаково если кто-то один покупает есть кто-то один кто продает поймите это и так вот у нас идет рост цены потому что желающих купить очень много и неважно что вызвало это желание у них понимаете может быть какая-то новость может быть еще что-то там понимаете это неважно суть в том что желающих купить намного больше чем желающих продать и так вот у нас идет рост смотрите цена давайте возьмем на какую-то акцию 20 долларов желающих купить 100 а желающих продать эту акцию всего лишь 10 всего лишь 10 и вот 10 человек продают 10 покупают остается у нас 90 90 людей хотят купить ребята это все условно все намного сложнее 90 хотят купить вы должны это понимать 90 хотят купить желающих продать нет продавцы не готовы продавать по вот такой вот цене в 20 долларов и по 25 они не хотят продавать и по 35 но они готовы продать по 40 и вот находится 70 продавцов которые готовы продать по 40 и вот у нас есть 90 покупателей все 70 продавцов продали 70 покупателей купили все равно у нас еще есть 20 покупателей все равно цена растет все равно покупателей больше и вот цена дорастает до 50 20 продали 20 купили все теперь покупать за 50 баксов никто не хочет никто не хочет покупать вот мы вот здесь на пике здесь цена может ходить может идти в боковике ребята неважно это все условное вот просто схема короче желающих купить теперь за 50 нет теперь все хотят продать теперь появилось 40 желающих 40 человек хотят продать эти акции но по 50 никто не хочет покупать это дорого есть 10 человек которые хотят купить по 40 но не по 50 вот цена падает до 40 вот здесь 10 человек у нас купили 10 человек у нас продали осталось у нас 30 продавцов но покупателей нет по 40 баксов никто не хочет покупать и цена падает и вот такой вот принцип и все так продолжается все идет вот так вот по кругу вот такая вот простая схема ребята вы должны это понимать как этим пользоваться все очень просто вот сейчас у нас например на хайпе тема криптовалют желающих купить крипту очень много значит что цена будет расти вот цена будет идти вверх желающих купить очень много желающих продать мало и мы с вами на этом можем заработать также это очень хорошее время для того чтобы фиксировать свою прибыль по очень хорошим ценам когда хайп цены в космосе много-много желающих разогнали цену сейчас самое лучшее время для того чтобы фиксировать не тогда нужно фиксировать когда все рушится а тогда когда все хорошо то есть это время лучшее время для заработка денег и так на этом закончим я еще буду снимать подобные видео по финансовой грамотности очень многие меня благодарят пишут чувак спасибо тебе большое ты настолько просто все объясняешь до тебя я не понимал а тут ты записал видео и я сразу же все понял если вас интересует еще какая-то тема по финансовой грамотности пишите в комментах эту тему поддерживайте эту тему лайками и обязательно сниму на эту тему видео друзья если вам интересно инвестировать вместе со мной добро пожаловать в закрытый телеграм-канал in starting invest здесь я в режиме реального времени показываю что я покупаю и что я продаю даю сигналы так сказать можете просто копировать можете просто наблюдать в открытом же telegram канале первая ссылка в описании я просто делюсь результатами просто показываю сколько мне удалось заработать здесь никаких сигналов нет иногда кстати я здесь выкладываю сигналы тоже также здесь я показываю свой портфель свою доходность за определенный промежуток времени короче кому интересно посмотрите первая ссылка в описании кому интересно инвестировать вместе со мной добавляйтесь ко мне в закрытый телеграм-канал 2 ссылка в описании друзья на этом все всем больших денег всем финансовой грамотности всех люблю целую подписывайтесь на канал если не подписаны также подписывайтесь на канал по финансам in starting invest здесь уже 110 тысяч подписчиков кто не знал у нас есть отдельный канал по финансам здесь я показываю на каких проектах я зарабатываю рассказываю как я это делаю также здесь есть инструкции по заработку так что подписывайтесь кто еще не подписан на этом все друзья до новых встреч всем пока